Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня в нашей студии автор и ведущая онлайн-проекта «Архитектура тела» с Виолой Огородниковой. Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Продолжаем говорить о здоровье, о красивом теле и сегодня, безусловно, не отпустим тебя без эффективных упражнений. Знаю, что получили очень хороший отклик от прошлой программы и действительно зрители занимаются и это очень приятно, они не ленятся и все твои советы соблюдают. Но хочется, естественно, больше. Сделали один шаг, пришло время сделать и второй. В прошлой программе говорили о проблемах пресса, о тех самых минусах, которые есть, в том числе в женской фигуре, предрасположенной природой. Вот как все это и возможно ли это скорректировать? Да, Маша, мы в прошлой передаче занимались тем, что мы создавали пространство в теле, мы чувствовали, что мы начали дышать, у нас начала раскрываться диафрагма, плечи, спина начала лучше себя чувствовать. А в этой передаче мы с тобой как раз займемся тем, что беспокоят девушек, особенно летом, больше всего. Это вопрос оголенного животика. То есть зачастую очень много моих учениц жалуются на то, что они приходят в программу с тем, что у них вывод, несмотря на фигуру, может быть очень худенькая, стройная женщина. И тем не менее, животик как будто выпадает вперед. Это, конечно, связано с положением таза, потому что если прогиб очень сильный в пояснице, вот я, например, очень долго, почти всю свою сознательную жизнь страдала этим, да, и все фотографии, причем был очень красивый сгиб в спине, но при этом ощущение было все время животика. Почему? Потому что чаша наших весов, нашего таза, она у нас перетянута. И поэтому как бы мы ни на каких бы диетах не сидели, как бы мы не качали с вами пресс, точнее есть варианты его качать правильно, да, мы все-таки будем наблюдать, что животик, он выпадает, особенно низ живота. И вот наша задача все-таки научиться приактивировать мышцы тазового дна, глубокие мышцы живота, найти их для того, чтобы они поддерживали наш таз в правильном положении. Однако, конечно же, прежде всего нужно еще вместе с этим комплексом добавлять упражнения на постановку костей в правильное положение. То есть нужно те мышцы, которые уже стянули, например, да, наш таз в неправильное положение, конечно, отпускать. Этим мы будем заниматься уже в следующих передачах. Но сегодня мы займемся тем, что мы поддержим наш таз этими мышцами глубокими. Мы найдем их, наконец, мы с вами поработаем над мышцами тазового дна, которые отвечают за центральную линию тела и за наше женское здоровье, на самом деле и за мужское. И почувствуем, как здорово наш животик начинает собираться. Если вы поделаете этот комплекс в течение хотя бы недельки каждый день, он совсем небольшой, но очень классный, вы уже увидите хороший результат. Но все-таки эта история не столько про эстетику, сколько действительно про здоровье. Ну, знаешь, как говорят, в здоровом теле здоровый дух, да, здесь здоровое тело, красивое тело. Потому как если у нас, опять же, гармонично все настроено, ну, например, все стоит на месте, мышцы сразу же лепятся фантастически красиво. У нас тело, оно даже от человека идет такое вот состояние какой-то невероятной даже энергетики, да, он ее транслирует, потому что телу хорошо. И когда ты в своем теле как в кашемировой шубке идешь, и ты прям наслаждаешься, это, конечно, другое состояние, чем когда ты идешь и как-то так. Очень часто бывает же, да, мы видим в тренажерном зале, из тренажерного зала прекраснейшие мужчины выходят, ну, да, у них вот такое, ну, вот положение, да, в теле. У них перенапряжена трапеция, у девушек, да, которые много, да, допустим, занимаются. Почему? Потому что мы еще часто качаем неправильно пресс, мы очень сокращаем прямую мышцу живота. Она стягивает нашу диафрагму, да, в принципе, еще и к тазовым костям, к воздушным костям. И вот в таком положении нам очень сложно выпрямиться. Когда у нас есть мышца, но она длинная, то есть тренированная мышца в нейтральном положении, как у кошки. Она очень расслаблена. Мы видели, да, когда она отдыхает, и вдруг ей что-то привитилось, она решила прыгнуть на подоконник. Там просто такая группировка невероятная. Либо мы все время в таком отеке находимся, да, мы покачали мышцы, у нас так все красиво отекло, мы пошли этим горцевать. Ну, то есть, на самом деле, здоровья в этом мало, есть определенные моменты дискомфорта. Ну, и, конечно, уже с определенным возрастом, да, мы понимаем, что нам нужна не только какая-то эстетика. Потому что, когда мы очень юные, у нас нервная система быстро перестраивается, мы видим быстрый результат. Это по поводу, кстати, нам нужна волшебная таблетка. У нас уже так не будет. Нам придется попотеть. Уже перешагнули этот порог, да. Нужно все-таки трудиться, тогда будет результат. На самом деле, Маша, не только трудиться, к сожалению, здесь очень важна осознанность. То есть, понимание, что ты делаешь и для чего ты делаешь, и что ты это делаешь, согласно особенностям своего конкретного тела. Вот, поэтому здесь вот это очень важный момент. То есть, индивидуальный подход все-таки к себе. Не всех как вот качают так, и мне так нужно, нет. То есть, важно понимать особенности своей фигуры и что с этим делать, и, наверное, уже там выстраивать свою индивидуальную программу. Виола, ну, один момент, когда люди занимаются в зале, делают неправильно подходы, качаются неправильно. Ну, вот как-то что-то, что-то вот не так, да. У них происходит, появляются зажимы, появляются перекосы. А другое дело, когда вот те самые зажимы, они, в общем-то, как-то в повседневной жизни входят в человека и остаются там на десятилетия. И все его больше там сгибают, сгибают и внизу, внизу, тянут и тянут. И очень часто можно видеть людей, когда особенно эта толпа идет, да, и ты видишь, сколько напряжения, ну, вот сколько механически человек двигается. То есть, у него абсолютно все сомкнуто, начиная от лица, заканчивая, там, не знаю, ногами. Ну, то есть, вот он прям как вот один такой сгусток чего-то, комок, да. Откуда появляются вот эти самые зажимы? Причем они есть как и у детей, хотя в меньшей степени. Да, конечно. Конечно, взрослые и люди именно старшего возраста, они больше вот этому всему подвержены. Почему так происходит? Накапливается стресс, накапливаются определенные деструктивные паттерны, движения, даже не движения, а сидения, да, скорее всего. То есть, мы много сидим, мы много сейчас в телефонах, мы все вот в эмбрион, да, стремимся обратно. У нас, конечно, с возрастом еще там другие процессы гормональные начинают, да, начинаются и там совсем другие тренировки в этот процесс должны быть включены. Вот, но в целом и у детей в том числе, я с ними занимаюсь, там, 12, 16, 14 лет, это самая благодарная аудитория, потому что у них мгновенно происходят изменения. Они их чувствуют, они сделали стопу, у них уже домашкушки ушло, они делятся этим. Мне хочется всегда плакать, с одной стороны, отчасти, с другой стороны, мне очень грустно за нас и за людей, которые приходят уже старшего возраста, потому что у нас так быстро не происходит. Да, опять же, особенности нервной системы. И, конечно, важный момент понимания того, что мы больше делаем в жизни. Мы сидим, да, либо же все-таки мы включаем в свою жизнь движение, потому что тренировки только на коврике, где-то в зале, они не решают вопрос. Это, конечно, должна быть какая-то гармоничная история. Это воздух, да, это какая-то природа, это какие-то разные виды занятий, да, даже те же самые грядки, да, здесь встал, где у вас полностью работают все мышцы тела. Вот, ну и, конечно, компенсации, да, это те упражнения, которые вам помогут, ну, все поставить на место. И зачастую, например, люди приходят заниматься йогой, но ничего не меняют в каком-то своем эмоциональном, да, таком распорядке, реагировании даже, я бы сказала. И йога зачастую является компенсацией состояний. Но если еще человек имеет осознанность и желание все-таки поработать над собой эмоционально и поменять какие-то свои реакции, потому что я заметила, когда я очень хорошо работала над раскрытием диафрагмы. Эта работа действительно очень долго велась, это мне дорого стоило в прямом переносном смысле. И я начала чувствовать, что, кстати, от диафрагмы, это состояние диафрагмы, очень сильно зависит от состояния поясницы. То есть я такую легкость поясницы не чувствовала на тот момент никогда. Это действительно очень классно раскрытая диафрагма была. И тут мне кто-то написал, что у меня отменилась встреча. Ничего особенного. Ну, я, конечно, собиралась на нее, я готовилась, но отменилось сколько такой информации в жизни, да, каждый день у нас приходит. И это было вечером, и я была в спокойном состоянии, я могла отследить, как моя диафрагма прям стягивается на глаза. У нас тело имеет собственный интеллект, оно обижается на какие-то вещи. То есть если ему что-то не дали, оно обиделось, оно закрылось. И зачастую вот это состояние закрытости, это возможность просто человек выживать в той среде, в которой он есть. Поэтому, конечно, важно еще работать над собой внутренне, да, это уже другие какие-то практики и техники, соединять все это. И тогда, конечно, рывок и прорыв в том, чтобы у нас не было обратного вхождения вот в эти состояния. Зачастую же какой вопрос, что вы позанимались, вам хорошо, и через какое-то время вы приходите, да, снова в такое негодное для себя состояние. Здесь либо количеством занятий, когда у вас количество переходит в качество, ну и, конечно, все-таки какие-то моменты с реагированием на ситуацию, просто относиться к каким-то вещам проще, по-другому, да, и не впитывать все вот эти неприятные моменты в себя. Но это, конечно, образ жизни. Ну что, я предлагаю перейти к комплексу упражнений. Давай! Сейчас мы с вами выполним замечательное упражнение на тренировку косых мышц живота. Для этого вам понадобится какой-нибудь одеялко или подушечка под колено для того, чтобы предохранить ваши колени, обезопасить их. Вторую ногу мы вытягиваем вбок. Если у вас какой-то возникает дискомфорт в бедре, вы можете ногу вытянуть диагонально относительно вашего туловища. Итак, выстраиваем линии. Ваша задача выровнять таз, поставьте, поместите одну руку назад, так, чтобы вы почувствовали ладошкой и свою поясницу, и ягодицы. И направьте седалищные кости вниз, так, чтобы ваш прогиб поясничный, он ушел. Можете почувствовать такое небольшое уже напряжение из-за груза передней и внутренней поверхности бедра. Поднимите одну руку и поместите ее за голову, сделайте вдох, удлините грудную клетку. И с выдохом начните медленно, контролируя себя мышцами живота, не заваливая таз, опускаться вбок. Если вы не достаете до пола, вам тяжело, вы можете опираться, например, акрилье, либо если у вас есть специальные кирпичи, вы можете опираться ладошкой о кирпичике. И с выдохом, не за счет такого маха, а за счет работы и подтягивания мышц тазового дна, косых мышц живота, мы поднимаем себя вверх. Выдох. Дох. Раскройте грудную клетку. С выдохом начинаем опускаться вниз. Контролируйте, чтобы у вас локоть не уходил вперед. То есть мы очень хорошо вытягиваем еще здесь бок. Вы можете почувствовать, что вот эта область, она у вас очень хорошо вытягивается. А на выдохе мы включаем косые мышцы живота и мышцами тазового дна поднимаем себя вверх. Снова вдох. Выдох. Почувствуйте, что начинают очень хорошо включаться косые мышцы. Не забывайте дышать. На вдохе вы можете здесь побыть, остановиться и вдохнуть еще в ребра, чтобы у вас удлинилась область между ребрами. И с выдохом исключительно мышцами живота поднимаете себя вверх. И последний раз. Вдох. И поднимите себя. Выдох. Очень хорошо. И затем делаем вдох. Вытягиваем руку в бок. Это дает нам возможность еще больше удлиниться в области пояснично-подвздошной мышцы. И затем поднимаем ножку вверх и вниз до конца ее не опускаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Почувствуйте, как здесь работает связка мышц живота с ногой. То есть мы начинаем чувствовать, как все эти мышцы, как все наше тело связано. Выдох. Вдох. И выдох. И немножечко закройте. Вот здесь очень приятное ощущение в спине будет. Мы растягиваем мышцы спины. А на вдохе открываемся. Выдох. Закрываем. Удлиняем мышцы спины. И вдох. Раскрываем грудной отдел. И снова выдох. И на вдохе, включая мышцы живота, они завтра могут поболеть, мы возвращаемся в исходное положение. И мы выполним сейчас с вами упражнение на другую сторону. Итак, точно так же выравниваем. Очень важно подготовиться к упражнению. Поэтому я всегда проверяю себя и рекомендую вам делать то же самое. Направьте поясницу вниз. Подтяните мышцы тазового дна. То есть такое ощущение, что здесь шириночка у вас от лобковой кости до ребер. И вы ее застегиваете. Ногу поставьте так, как вам удобно, чтобы бедро чувствовало себя комфортно. И здесь вдох. Заведите руку за себя. Удлините грудную клетку. Выдох. На вдохе удлинитесь в ребрах. Почувствуйте хорошее вытяжение. Вдохните межреберное пространство. И на выдохе начните застегивать вот эту шириночку. И этот момент будет вас поднимать. Именно мы включаем себя и поднимаем за счет глубоких мышц живота. Снова вдох. И застегивайте шириночку. И ей поднимайте себя. Почувствуйте, что это движение происходит исключительно за счет мышц пресса. Вдох. Мне уже очень жарко. Выдох. Еще такая очень хорошая тренировка. Например, в йоге считается, что если тренировка прошла в сухую, не произошел детокс. И это не очень хорошо. Для организма. Поэтому вот в этом положении, в этом упражнении можете почувствовать, что детокс действительно происходит. И выдох. И затем мы делаем снова вдох. Опускаемся вниз. Вытягиваем руку и начинаем приподнимать ногу. И слегка на выдохе опускаем, не касаясь, не опуская полностью ногу на пол. Вдох. Выдох. Обязательно удлиняйтесь одной рукой в один бок, в одну диагональ. А пальцами ног мы тянемся в другую диагональ. И не забывайте дышать. Еще всего 4. 4. 3. Дышим. Вдох спокойный, ровный. 1. Очень хорошо. Вот здесь мы начинаем растягивать мышцы спины. Такая область между лопатками тоже хорошо вытягивается. И с выдохом раскрываем себя. Вдох. Вы можете на самом деле на вдохе раскрываться в грудном отделе. А на выдохе удлинять мышцы спины. И потом менять дыхание и почувствовать, что это дает вашему телу. Поэтому экспериментируйте здесь. Выдох. И вдох. И выдох. И затем снова подтяните вот эту шириночку воображаемую. И вернитесь обратно. И сейчас мы с вами продолжим работать с косыми мышцами живота. Для этого нам нужно прилечь на бок. Удобно положить руку под голову. И наша задача видеть стопы. То есть, чтобы в поле нашего зрения были стопы. Зачем это нужно? Если мы выровняемся в одну линию, то, скорее всего, у нас произойдет прогиб в поясничном отделе. Наша задача снова погладить себя в поясничке. Почувствовать, что прогиба нет. Застегнуть воображаемую шириночку. И руку поставить в вторую. Так, чтобы она была перпендикулярна. Локоть смотрел вверх в потолок. Наша задача сейчас здесь на вдохе. Вдохнуть в ребра. А на выдохе, посмотрите. Я вот этой шириночкой, которая наискосочек идет. Начинаю поднимать талию. То есть, так, чтобы у меня на выдохе талия вот здесь выровнялась. Мы как будто бы себя удерживаем по центру. Хотя мы не касаемся боком пола. И снова вдох. Выдох. Прямо подтяните и удерживайте здесь себя 3 секунды. Здесь, на самом деле, еще подключается широчайшая мышца спины. Начинает работать. И снова вдох. И выдох. Вдох. Очень хорошо раскроете грудной отдел. Вот, казалось бы, очень простое упражнение внешне. Но можно здорово почувствовать и подтянуть косые мышцы живота. И мы будем усложнять. Останьтесь в этом положении, когда у вас очень хорошо подтянута талия. Затем ногу верхнюю подтяните к себе. Выпрямите перед собой. И аккуратно ведите, ведите, ведите от себя. Такой велосипед. Вдох. Вдох. Очень хорошо здесь начинает работать мышца тазового дна и, на самом деле, бедра. Вдох. Выдох. Если вам здесь очень некомфортно, бывает, что в этом положении сложно сохранить равновесие. Можете нижнюю ногу согнуть в колене, так, чтобы у вас был угол 90 градусов между коленом и бедром и туловищем. Попробуйте вот в этом положении. Поработать гораздо удобнее. На самом деле, работа тоже очень хорошая происходит. Обращайте внимание, что талия у нас подтянута вверх, как бы к центру туловища. Вдох. Выдох. И здесь очень хорошо включаются еще и бедра. Выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Очень хорошо. Если у вас есть возможность, делайте еще 8 раз. Затем мы перемещаемся на другой бок. Здесь также вытянитесь, положите руку под голову. Вторая рука с упором. Давайте мы сразу сделаем с вами более удобный вариант. Для тех, кто уже давно занимается, вы можете попробовать сделать первый. 90 градусов углы в теле. И здесь приподнимите на вдохе талию. Вот здесь мы можем поделать вот это упражнение с согнутыми коленями. Либо, как в первом варианте, с вытянутыми ногами. Выдох. Подтягиваем. Мы здесь создаем такую возможность приактивировать, почувствовать эти косые мышцы живота, чтобы потом усложнить задачу. Я напоминаю, что если вы делаете с прямыми, с вытянутыми ногами, то ваши стопы должны быть в поле зрения, чтобы не образовывался прогиб в пояснице. И затем с выдохом зафиксируйте положение. Согните обе ноги в коленях в 90 градусов углы. И мы начинаем вытягивать ножку перед собой, уводить назад. Далеко не уводите, чтобы опять же не создавать прогиб. Вдох. Такой велосипед. Выдох. Вдох. Выдох. Очень сильно работает вся боковая часть туловища. Здесь можно почувствовать, что бедро нижней ноги у нас очень серьезно начинает включаться. И мы его даже можем чувствовать гораздо лучше, чем в упражнении на первую сторону. Вдох. Обязательно тянитесь за пальцами ног. То есть ощущение, когда вы выпрямляете ногу, что вы прям, ну как будто пальчиком хотите, как указкой в школе, дотянуться до какой-то буквы. Выдох. То есть это не просто мы подняли ногу, а мы прям тянемся. Это дает нашим мышцам косым еще больше включиться в работу. Вдох и выдох. Очень хорошо закончили. И можете прилечь на спинку, в такую йоговскую шавасану, прикрыть глазки и просто подышать. Если вы чувствуете какое-то небольшое напряжение, вы можете подсогнуть ноги в колени и сделать вот такой вот круговой ролик в одну сторону, в другую сторону. Таким образом, немножечко расслабив мышцы спины. Вела, спасибо за комплекс интересных упражнений. Вот еще раз, в чем их уникальность? Как часто необходимо эти упражнения делать? Ну, данные упражнения я бы рекомендовала делать. Вообще все новые упражнения повторять в течение недели. Если есть действительно желание и такое стремление к изменениям, вы поделаете каждый день. Почему? Потому что на самом деле какие-то вот из тех упражнений, которые сегодня я вам продемонстрировала, я почувствовала не с первого раза. То есть они, первый раз какие-то упражнения прошли мимо, я не почувствовала те мышцы, о которых мы сегодня говорили. И это нормально. Просто можно их сделать, пропустить, прийти к тем упражнениям, в которых вы точно чувствуете все свои мышцы. Но можно ведь строить архитектуру тела постепенно, пошагово. Конечно, конечно. То есть в прошлой программе мы сделали первый шаг, сегодня второй и так далее. В общем, представить, наверное, даже какую-то нить и как бусинки строить эту цепочку. У нас, конечно, мы сейчас делаем какие-то универсальные вещи, которые помогают всем, которые в любом случае у кого-то, причем мы можем поставить несколько человек рядышком после выполнения тех упражнений. И мы увидим, что у кого-то очень сильно раскрылась спина, да, и он прям стоит, у него грудная клетка поднялась, появилась другая грудь, да, допустим, мечта какой-нибудь девушки. А у кого-то нет, но ему все равно стало легче. То есть мы, конечно, все индивидуальные, и здесь мы говорим скорее о групповой стоматологии. Мы же все равно ходим по одному к стоматологу. Вот, но какие-то вещи просто это нормально, что они могут не получиться. Нужно просто к ним вернуться, например, завтра. Нервная система уже успеет обработать эту информацию через такой чувственный опыт. И, как правило, она уже на следующий день благодарна и с гораздо большей готовностью откликается на эти упражнения. Если мы говорим про нашу первую передачу, да, когда мы работали с мячиками, со спиной, там вообще, чем больше вы делаете эти упражнения, тем тело, оно глубже открывается, и у вас результат будет мощнее. Это, как, знаете, в отпуск мы приезжаем, и что вначале? Мы так хотели в отпуск, мы приехали, ничего не знаем. И на самом деле такой вот стресс у нас происходит, да, он хоть и положительный стресс, но это стресс, потому что можно даже нервничать, да. Кто-то там, я смотрю, пары начинают ругаться, ему нет, мы не туда пошли, где мы пропустили завтрак, там, или обед. Но когда мы приезжаем второй раз в это место, мы уже сразу расслабляемся, потому что наш мозг уже знает, что это безопасно, он понимает, где что находится. Также и здесь мы сначала изучаем упражнения, да, а потом начинаем их впитывать, переваривать, и тело уже выдает какой-то результат. Поэтому каждый день поделайте, ну, результат просто не заставит себя ждать, и вы увидите абсолютно точно его. Вилла, спасибо. Спасибо за твои советы. Спасибо тебе, Маша. Мы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания.